Прежде я приветствовал новеньких эфемизмами, будет немного больно, вы почувствуете дискомфорт, но со временем очерствил. В 2019 году в Муроме был установлен памятник муромским святым Петру и Февронии. К этим святым, покровителям семьи, съезжаются влюбленные пары и одинокие девушки и юноши, чтобы попросить любви и счастья семейного. Кроме святых на памятнике исполнен зайчик, а к нему примета, которая гласит, если потереть ему нос, то желание, загаданное о любви, обязательно сбудется. Заяц притаился у ног благоверных с обратной стороны и гладят его по носу, чешут за ухом уже не только в Муроме, но и во многих других городах, где только установлена эта скульптура. И по зубам тебе нечисть, княжество муромское. А хороши трофей. Бросим его здесь. Незачем в Муроме народ пугать. Согласно повести, Петр Агриковым мечом, найденным в алтарной стене церкви Воздвиженского монастыря, убил змея-обородня, соблазнявшего супругу его брата, муромского князя Павла. Но капли крови змея попали на тело князя и образовали язвы, а затем струпья, ну это так называется корка на язвах, которые врачи не могли вылечить. Тут давящая одна знахарка, видала сон про деву, будто она Петра исцелить может, но путь туда не близкий, в княжество рязанское, а живет та дева в деревушке Ласково. О, слава богу, добрался. И поехал гонец к ведьме из института иудейских невест. Феврония меня зовут. Скажи, князь Петр совсем плох, да? О, да, быстро до вас слухи-то доходят. Согласно преданиям, когда гонец от тяжело заболевшего князя пришел к будущей княгине за помощью, та занималась рукоделием. А рядом с ней находился ручной зверек, так он и закрепился в истории. Также по преданию считается, что Феврония в качестве платы за лечение Петра пожелала, чтобы князь женился на ней после исцеления. И тот пообещал. Слово надо держать. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова, поскольку Феврония была простолюдинкой. Но в процессе лечения Феврония намеренно не залечила одну язву на теле князя, из-за чего болезнь возобновилась. Значит, намазался вот этим, и все? Да, и его хворь быстро пройдет. Ха! И это все твое лечение? Но чтобы его душу исцелить, я всегда должна находиться с ним рядом, иначе полного исцеления князя не будет. Петру пришлось обратиться снова к Февронии, и она вновь вылечила Петра, и он был вынужден жениться на ней. В общем, специально недолечила и подстраховалась, чтобы женить на себе князя. Да, все по Божьей воле. Дедушка, а они будут жить долго и счастливо? Да, станут примером вечной любви. Официально нам рассказывают, что кролик обозначает плодородие, размножение и единство с окружающей средой. У нас большие семьи. Например, моя теща – одна из 15 детей. А есть семья – они живут в Израиле, в которой 23 ребенка. Когда про них писали статью в газете, журналист спросила у девочки-подростка, «Когда ты выйдешь замуж, ты тоже хочешь такую большую семью?» А она сказала, «О, нет, спасибо, 16 и достаточно». Я что, сумасшедшая? 16, 17 – это нормально здесь. У вас, Рыга, сколько детей? Слава богу, 14. Но уже 7 внуков. 14. Мы все должны брать примитку. 14 детей. Спасибо вашей жене. Вы полонитесь. Еще и потому, что для женщины семья – это ее карьера. Поэтому иметь всего четверо детей – это как закончить ПТУ. «Когда у тебя такая большая миссия – принести на землю рай и бога, тебе нужна помощь. Это же много работы. Если бы были только я и моя жена, как бы мы с ней справились? Поэтому нам нужно плебель, огромная семья, команда». Но на самом деле, что происходит? Воткнули к придуманным святым символ кролика и придумали легенду. И идут, развесив уши, трогать этого кролика, гладить по носу, чесать за ушком, при этом загадывать какое-то желание. Окультный ритуал. Гаваха-сборная машина, подвязка через кролика. И все из-за этой оперы. И будет наш народ почитать Петра и Февронию, как святых чудотворцев и покровителей семьи и брака. Какой ужас! Что ж ты молчал раньше? Субтитры сделал DimaTorzok Как все же отрадно видеть перемены в человеке. Вы послали все нахер.